приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы несколько дней назад на нашем канале было размещено видео и называлось оно как вырастить арбузы в 11 килограмм в огороде наши подписчики а также постоянные зрители которые смотрят все наши выпуски выпуски в прошлом и в этом годах знают историю этих арбузов но новички нас попросили в одном видео показать весь процесс от посева семян до сбора урожая и до момента показа самой уже созревшей ягодки бахчи жаль что с помощью камеры нельзя передать еще и вкус это ягоды потому что все бы отметили особый медовый ароматный вкус изумруда f1 который в этом году выращивали впервые на своей грядке что же давайте будем исправлять нашу ошибку недоделку а начнем семян мы уже выращивали сортовые и гибридные арбузы уже много много лет лет двадцать назад гибриды были для нас новинкой и их мы добывали из покупных арбузов не понимая что из этих семян уже не вырастет таких же 12 15 18 килограммовых красавцев но с помощью опыта определили что нужны качественные профессиональные семена на замечание некоторых зрителей что гибриды это страх и ужас для человека отвечу словами иван владимировича мичурина на которого смотрели все его современники как на врага так вот что он писал нужно вести дело в земледелии в садоводстве по пути прогресса и не цепляться за прежние формы жизни и толочься на одном месте нюнить о вчерашнем дне нельзя цепляться за час когда целое стремится вперед его опыт и скрещивания различных сортов открыто называли давайте лучше просто напросто сами воспоминания самого ивана владимировича просто прочитаю так вот особенно религиозные деятели говорили твои скрещивания отрицательно действует на религиозно-нравственные помыслы православных ты превратил превратил сад божий в дом терпимости вот так вот то что мы потом пользовались и до сих пор пользуемся известными растениями садовыми мичурина вот так это называлось в те времена и сегодня тоже ведется борьба против гибридов то что разница того времени в котором жил иван владимирович мичурин и сегодняшнее время не в том что он был одним он один был и не имел тех уникальных возможностей которые имеют современные селекционеры вот я просто напросто для себя выбрала и поняла что именно гибриды современные сорта не только гибриды то что создает селекционеры шагают впереди всех и в этих семенах заложены не только определенные качественные там какие-то характеристики связанные с цветом вкусом но и обязательно закладываются особые такие условия в которые попадают растения и эти условия выращивания определенного гибрида или сорта в погодных условиях каких-то особых сложных или в теплице вот это все все предусматривается и работают селекционеры не покладая рук и так с выбором семян мы определились осенью прошлого года купила 10 семян гибридного арбуза топ ган f1 фирмы сингента выбрала его для теплицы 3 штучки 3 семечки и для открытого грунта грунта 7 семян весной купила еще пять семян немецкого гибрида фирмы sati max оба мне понравились устойчивостью к сложным погодным условиям и к такому опасному заболеванию как фузариозное уедание а также к антракнозу вот эти болезни кстати режут уничтожают все растения и естественно только как будто бы красивое растение растет начинается вот наши сортовые просто наблюдала несколько лет назад все вначале хорошо потом вот эти заболевания режут под корень все наши труды и растение вянет и такой маленький арбузик остается с кулачок или с мячик вот и все что получается при выращивании семян сортов которые не подготовлены к жизни в новых условиях природных условиях новая эпоха идет и все новое и новые требования на следующий год буду снова покупать изумруд уже нашла знаю где в интернет-магазине его можно купить и естественно что-то новенькое из гибридов обязательно попробую семена только часть целого технологического процесса получения получения весомого хорошего урожая бахчевых культур есть те кто просто купили семена бросили в землю и ждут хороших качественных арбузов нет это только часть можно и качественные семена посадить а ожидаемый урожай не получишь важно подготовить почву под эту культуру в киплице и в открытом грунте почва была подготовлена основательно в этом году высаживали два видов сидератов под эти культуры масличную редьку и горчицу еще осенью грядку с апреля вместе с подготовкой к посадке картофеля внесли в лунки под каждое растение по объему нас пол литровая баночка особых долгоиграющих удобрений это мясо костная рыбная мука и кормовые дрожжи я их покупаю они распасовка по одному килограмму все эти по одному килограмму три килограмма у меня получается высыпаю в миску отдельную посуду и тщательно перемешиваю все эти удобрения из ветеринарной аптеки или с магазина для животных и там и там эти удобрения продаются но для животных а мы используем для выращивания растений в открытом грунте в лунку еще добавила по тоже снова пол литровой баночки курника а это тоже особое удобрение из куриного помета это чисто экологически снова же хорошее удобрение это новинка которая уже появилась в украине несколько лет я ее использую и дает хорошие результаты и сюда же в эту лунку тогда в апреле когда высаживали картофель мы как и под картофель засыпали измельченные веточки хризантем и соломы у нас суглинки а вернее в огороде настоящая глина многие возмущаются что как можно вот такую глину в огороде иметь еще что-то выращивать но мы все время работаем над улучшением структуры почвы и работаем чтобы была почва воздухопроницаемая вот с помощью добавок этих веточки солома из различных растений огорода все это было заложено и полито раствором триходермина трихофет но это триходермин и засыпано сверху грунтом почти месяц эта грядка готовилась к посадке рассады арбузов а тем временем 19 апреля при растущей луне в знаке рак который покровительствует бахчевым культурам были посеяны семена арбузов на рассаду и только 16 мая снова же при растущей луне в раке была посажена рассада на грядку высадила рассаду под 6 литровые бутылки такие бутыли создав и крышечка сверху закрытая создав условия тепличек как оказалось бутылки стали основательными защитными домиками и также не только от холодных ночей но и при сильных ливневых дождях и небольшом граде в июне и только в конце июня на бутылках были сначала отвинчены крышечки это чтобы растения привыкали уже к новым условиям а затем через недельку и сами бутылки вечером были сняты с растений а в это время свирепствовали несколько видов тли в огороде везде и всюду поэтому сразу же была обработка всех растений арбузов био инсектицидом скорада м естественно проводила подкормки растений органическими удобрениями фирмы микро минералис я ими давно пользуюсь и всегда их использую это органика самое главное это экологически чистые удобрения без приготовленные без кислот это не хилатные удобрения это органические наносовременные удобрения и так это были комплексные удобрения использовала есть разновидности овощной с нужными микроэлементами фосфором который помогал наращивать мощную корневую систему с калием марганцем железом магнием и другими и вот когда на плетях стали завязываться первые плодики начала использовать для внекорневых подкормок бор кальций потому что вот было такое состояние резкое резкое повышение температуры и растения просто остановились и в росте и просто-напросто плоды как будто бы вот на одном месте стояли вот маленькие были все и естественно я обрабатывала в это время против вершины гнили томаты и перцы естественно сюда же прошлась вот этим раствором бор кальций затем были были опрыскивания внекорневые подкормки калием магнием также еженедельно проводила защиту бахчевых растений от болезней с помощью триходермина у нас трихофита вот удобрение это триходермин и гаупсин это тоже биоудобрение получалось что одну неделю защищала растения от болезней естественно какую-то подкормку давала а на следующей неделе защищала от вредителей в августе была только одна защитная обработка по листьям раствором трихофита начались вот эти резкие перепады туманы появились ранее ранним утром поэтому нужно было провести вот это защитное опрыскивание и я это сделала кстати использую очень хорошо работает 9 литра воды 1 литр жидкого трихофита это триходермин и опрыскивание провожу только поздно вечером из-за знойной жары днем но естественно к трихофиту нельзя добавлять магний поэтому я к нему добавляла то ли калий то ли фосфор у меня целая схема есть по этой теме нужно делать отдельное видео потому что я работаю и записываю когда что делаю и получаю естественно уже анализирую в следующем году знаю что нужно делать чтобы получить хороший результат получается смотрите что под корень летом вот в течение вегетации после высадки рассады я ничего не добавляю не поливаю здесь заранее были заложены долгоиграющие удобрения а вот уже в июле были только вне корневые подкормки по листьям последние две подкормки состояли из магния и калия магний как раз помогает растениям сформировать сладкие ароматные ягодки вот этот цвет красивый ну и калий тоже в этом деле очень активно участвует получается что я дважды кальцием обрабатывала обрабатывала свои растения получается что раз в 10 дней вот 2 2 обработки были чисто кальцием а до этого был бор калий и фосфор вот все время я комбинирую вот эти обработки я знаю что с триходермином нельзя соединять магний не получается хорошо результат не всегда хороший еще один важный момент это поливы в июне постоянно шли 2-3 основательных дождя в неделю так что влаги было очень много в земле мы даже старались спасать уже растения от того что отводили воду от того что вода даже стояла в огороде в июле в начале июля первой половине пока рос еще картофель и работала система капельного рожения был один полив в неделю такой основательный полив влагозарядка почвы а затем уже мы отключили капельное рожение картофель не надо поливать и затем в раз в неделю поливали под каждое растение по 25-30 литров теплой воды нагревалась вода заранее и под каждое растение такая вода была сделана и александр сюда заливал вечером нагревшиеся воду днем но и еще я полола сорняки до середины июля а затем их оставила покоя чтобы они росли и затеняли в жару растения и ягодки между картофелем и арбузной грядкой еще высадила высадила ряд бархатцев много лет наблюдаю такую особенность плоды завязывается у растений именно бархатцев и чаще всего здесь получается именно самые крупные ягоды вот пожалуй и все шаги от а и до я по выращиванию крупных ягод кавунив так у нас называют арбузы арбузы да да чуть не забыла ответить на вопрос по формировке количество плодов растения вот я заметила сейчас сами формирует по два крупных плода затем еще появляется третий но он вот сейчас уже маленький получается так что лучше оставлять два плода на одном растении чтобы получались крупные сладкие вкусные ягоды бахчевых культур вот теперь по моему вся история выращивания арбузов в 2021 году если еще есть вопросы задавайтесь задавайте эти вопросы и делитесь нашими видео чтобы как можно больше людей могли выращивать большие урожаи не только бахчевых культур но и естественно других овощных и других различных культур на этом мы прощаемся с вами всего вам самого доброго до новых встреч на нашем канале далее